Погрузка снарядов, преодоление препятствий. В Буйнакске проходит подготовка к танковому биатлону. Масштабные соревнования пройдут уже в августе этого года. На полигоне побывал и наш корреспондент Руслан Касумов. Он увидел и оценил подготовку участников. Небольшой инструктаж перед началом тренировки. Главная цель, говорит командир, сегодня не уложиться во время, а качественно и правильно отработать выполненные задачи. Погрузка трех снарядов и преодоление препятствий на танке. Экипаж понимает, что сделать это, несмотря на поставленную задачу, нужно как можно скорее. Иначе не выиграть в предстоящем биатлоне. Выполнение норматива, приступить! Экипаж спешно занимает свои места. Три минуты на прогрев двигателей, запуск оборудования и загрузку боеприпасов. Каждый снаряд весит больше 15 килограммов. Они хоть и учебные, но уронить нельзя ни в коем случае. В реальном бою это может стоить жизни, а на соревнованиях получат штрафные очки. Снаряды загрузили, и экипаж готов к старту. С грохотом машина весом больше 40 тонн двигается на исходную позицию. Дальше по плану учений преодоление дистанции с препятствиями. Глубокий ров, колейный мост, минные заграждения. Самое главное здесь – скорость, маневренность и опыт механика. Подобные препятствия будут и на самих соревнованиях. В зачет также идет и стрельба помещением. Только палить солдаты будут не сегодня и не из винтовки, как в обычном биатлоне, а из пушки. Значит, подготовка данных экипажей проводится поэтапно. Сейчас мы готовим в первую очередь механика-водителя преодолению дистанции танкового биатлона. И целый экипаж, выполняя нормативы по загрузке, трех арт-выстрелов. Остается следующий этап у нас подготовка именно по огневой подготовке, поражать цели. На соревнованиях по танковому биатлону собираются в этом году экипажи из более 20 стран. К ним готовятся и почти все танковые войска России. Данил Дмитриев служит больше полутора лет. За это время стал одним из лучших механиков в своем батальоне. Выступать на таких соревнованиях молодой парень собирается впервые. Я уверен в нашем экипаже. У нас офицеры все нас бодрят, все нам предоставляют, все, что нам нужно. Большие надежды на нас возлагают. И как бы подвести мы просто не можем. Мы обязаны пройти этот отборочный тур и выбраться в эти соревнования. Поборемся, что нет. Попытаемся. Покажем, на что мы можем. Правила танкового биатлона от обычного отличаются мало. Экипаж должен преодолеть дистанцию и из пушек поразить все цели. В случае промаха судьи назначают штрафной круг. Единственная разница, что в обычном биатлоне для проведения тренировки или соревнования нужен снег, то для танкового земля и теплая погода не помеха. Чтобы дойти до международных соревнований, каждой команде танкистов из разных частей России придется выиграть сначала в армейских, после в окружных соревнованиях. Главные же события ожидаются в августе этого года. Руслан Касумов, Салих Салихов, Рамазан Амаров, это Мирлан Гаджиев. Время новостей.